Приветствую уважаемых подписчиков читателей и зрителей наших каналов это очередной ролик из цикла путин и путинизм напоминаю прошлой публикации данного цикла как занять высокую руководящую должность я рассказал какой тип личности становится хозяином положения в условиях политаризма азиатской деспотии напоминаю также в путинской россии нет никакого капитализма как нас все уверяют включая коммунистов а у нас классическая азиатская деспотия точно так же что по марксу что по энгельсу что по ленину и в царской россии тоже не было никакого капитализма поскольку она тоже была классической азиатской деспотии полной мере это относится и к советскому союзу в нем тоже и близко не было никакого социализма а был классический политаризм просто прикрыты коммунистическими лозунгами и красными знаменами именно поэтому данный способ производства сталин и запретил преподавать советских учебных заведениях почему они у обычные люди в большинстве своем не знают аж по сей день также я объяснил что в условиях азиатской деспотии хозяин положения неизбежно становятся классические полу грамотные халуи и приспособленцы их образы в образе фамусова и молчалина гениально показал александр грибаедов своей бессмертной комедии горе от ума но я также объяснил что путинизм нельзя назвать классическим политаризм поскольку это глубоко деградировавший политаризм но здесь есть еще одна важная деталь это политаризм который сейчас находится в стадии искусственного укрепления это важно этот момент детально изучил современный русский ученый юрий семенов и он подчеркнул что для такой фазы политаризм характерны массовые репрессии причем репрессии кровавые таких же условиях хозяином положения становится не просто скот кто не в курсе что я понимаю под термином скот рекомендуем ему ознакомиться с моим роликом о политаризме он будет на конечной заставке и там я подробно рассказал об этом способе производства который согласно классика марксизм ленинизма хуже не только капитализма но он намного хуже даже рабовладение и там я также подробно изложил мою концепцию зверей и скотов во власти если раскрыть образы классических скотов лучше всего как я уже сказал удалось александру грибоедову в горе от ума то такой образ скажем так специального скота лучше всех удалось раскрыть михаилу булгака в повести собачье сердце на примере полиграфа шариков и собачье сердце нужно сказать далеко не случайно было запрещено в советском союзе думаю я не раскрою большого секрета если скажу что владимир путин и осип сталин это один и тот же тип личность сходство просто ржет глаза самое же главное что общие черты в их характере закономерно ведут к массовым политическим репрессиям политическим репрессиям направлен на укрепление политарной системы более того владимир путин такие репрессии уже начал к счастью они все еще не стали кровавыми но боюсь все основания для предположения что и это именно все еще присутствует самое же главное именно этот тип личности как подчеркнул михаил булгаков просто обречен стать хозяином положения в политарной стране в условиях когда политарная система трещит по всем швам и номенклатуре нужно любой ценой ее укрепить дело в том что образ полиграфа шарикова собачьем сердце михаил булгаков писал с иосифа сталина напоминаю имя полиграф полиграфа ведь шариков это имя которое данный персонаж придумал себе сам поскольку искренне считал что он раньше был собакой точнее псом шариком которого профессор преображенский превратил человека но на самом деле здесь все гораздо сложнее дело в том что михаил булгаков был членом тайного общества диск и тайна между строк пропагандируем своих произведениях ноосферное мировоззрение мой вступительный ролик о ноосферном мировоззрении и руководитель и диска роберте бартини будет подсказки на конечной заставке же будет мой плейлист темное плане которым я рассказываю о ноосферном мировоззрении дело в том что она конспирологическое но в данном цикле я снимаю с него фата моргана конспирологии ноосферная мировоззрение же построено на концепции реинкарнации, и построено оно на ней на основе науки, а не религии. И именно это и позволяет ответить на вопрос, кто такой полиграф Шариков на самом деле. А дело в том, что он на самом деле никогда не был собакой. Михаил Булгаков, кстати, профессиональный врач, исходил из того, что гипофиз – это часть мозга, которая соединяет душу человека с телом. И таким образом, пересадив гипофиз человека в мозг собаки, профессор Преображенский и доктор Барменталь искусственно осуществили реинкарнацию души человека в тело собаки. Ну и хорошо известно, чей именно гипофиз они пересадили в мозг Шарика. Гипофиз бомжира Клима Чугункина, зарабатывающего на жизнь игрой по трактирам на балалайке, и полностью деградировавшего на родстве, давно уже утратившего честь и совесть. А дальше душа человека, поскольку она обладает колоссальным энергетическим потенциалом, и смогла преобразовать тело собак, собаки, тело человека. Да вот только лучше от этого она не стала. Клим Чугункин, хотя вроде бы и забыл себя, но все равно остался сформированным кабаками и подворотнями редким мерзовцем. Что скоро и проявилось в полной мере к ужасу Преображенского Эбраменталя. Самая же главная фамилия Чугункин не случайно железная. А она железная для того, чтобы быть созвучной фамилией Сталин. Что, кстати, хорошо знает литературовед. И Михаилу Булгакову повести «Собачье сердце» безусловно удалось гениально показать всю мерзость психотипа. Шариков, Сталин, Путин. Психотипа, обреченного стать хозяином положения, в условиях деградировавшего политаризма и ввергнуть в страну массовые репрессии. Шариков ведь далеко не случайно так быстро оказался во власти и был обречен на стремительную карьеру. Что, кстати, подчеркнул профессор Преображенский. Самое главное в личности Шарикова это даже не то, что у него давно уже безнадежно потеряно в честь и совесть. А то, что в его душе, вернее сущность, необратимо извращено чувство прекрасного. С позиции ноосферного мировоззрения и чувство прекрасного, которое в высшем проявлении называется любовь, главное в человеке. И высший идеал ноосферного мировоззрения не гуманизм, а красота. Но об этом, надеюсь, мы как-нибудь поговорим отдельно. А вот на извращении чувства прекрасного, психотипе Шариков, Сталин, Путин, думаю, нужно остановиться уже сейчас. Главное внешнее проявление этого извращения. Просто запредельный, без пусицы. И к тяге. К запредельной и при этом совершенно безвкусной роскоши. Михаилу Булгакову это удалось гениально показать в собачьем сердце в эпизоде, который можно назвать шикарный галстук. В одноименном фильме 1988 года. Это тоже удалось показать гениально. Вот этот эпизод. Что это за гадость? Я говорю о галстуке. Чем же гадость? Шикарный галстук. Дарья Петровна подарила. Дарья Петровна вам мерзость подарила. О том, насколько вопиюще, безвкусица Владимира Путина, уже сказано более, чем достаточно. Особенно после расследования Алексея Навального о дворце Путина. Золотые ёршики для унитазов Путина стали притчей в языцах. Поэтому не буду повторяться. А вот на ещё более запредельные тяги Иосифа Сталина к запредельной роскоши, думаю, остановиться нужно. И нужно остановиться детально. Поскольку сталинисты уверяют нас, что он был аскетичным и невероятно скромным к быту. На самом деле, это номенклатурная демалогия. От начала и до конца. По тяге к запредельной и безвкусной роскоши, Иосиф Сталин не просто перещеголял Путина, а намного его перещеголял. Сталин построил себе невероятное количество дворцов. И в этом далеко перещеголял даже царскую семью Романовых. Кстати, дворцы Романовых тоже остались его полным распоряжением. Ещё до войны он построил себе массу резиденций, которые, как отмечает Светлана Аллилоева, цитаты лучше было зачитывать. В книге «20 писем» с годами становилось всё больше и больше. А ещё более, ретило, Сталин начал строить себе дворцы после войны. Страшные годы разрухи. В 1946 году он предпринял автомобильную поездку по СССР, чтобы тоже цитаты было зачитывать. Посмотреть своими глазами, как живут люди. Это опять свидетельство Аллилоева. Они, как они тогда жили, думаю, не стоит пояснять. Далее она пишет. После этой поездки на юг, там начали строить ещё несколько дач. Теперь они назывались госдачей. Построили дачу под Сухуми, около Нового Афона, целый дачный комплекс Норица, а также дачу на Валдаве. Не менее интересны её свидетельства из книги «Только один год». Там она отмечает, что Сталин строил всё новое и новое дачи на Чёрном море, ещё выше в горах. Старых царских дворцов в Крыму, бывших теперь в его распоряжении, не хватало. Строили новые дачи возле Ялты. Строила на себе дворцы не только на юге. В 20 письмах она также отмечает. Только под Москвой, не считая Зубалова и самого Кунцева, были ещё липки. Старинная усадьба по Дмитровскому шоссе с прадом, чудесным домом и огромным парком с вековыми липами. Семёновская, новый дом, построенный перед самой войной, возле старой усадьбы с большими прадами, выкопанными ещё крепостными, с обширным лесом. Теперь там государственная дача, где происходили известные летние встречи правительства с деятелями искусства. И понятно, это далеко не всё. Сталин действительно строил все дворцы, как будто с ума сошёл. Например, многочисленные дачи в Грузии, в том числе на море Узубдиди, в районе водного курорта Схалтуба. И список можно продолжать долго. При этом Аллилоева отмечают. Отец был там, бывал там очень редко, иногда проходил год. Но весь штат ежедневно и еженошно ожидал его приезда и находился в полной боевой готовности. Нужно добавить, находился он в полной боевой готовности за государственный счёт. Вот такой он на самом деле был аскет. И повторяю, это закономерно. Приход к власти психотипа Шариков-Сталин-Путин в указанных условиях диктуется социальными законами политаризма. Но, к счастью, это не фатально. Уже видно невооруженным глазом, что у Путина, как говорится, нашла коса на камень. И не допустить возвращения 1937 года. Реально вполне. О том, что такое был 1937 год, почему он стал возможным, и как сделать так, чтобы он не повторился, мы поговорим в следующей публикации. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите в подсказке и на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok